Итак, ребят, продолжаем сравнивать обычные клавиатуры с игровой клавиатурой Snake Battle Control. А именно с вот этой вот клавиатурой. Продолжим. В этом видео мы сделаем следующее. Мы будем сравнивать количество кнопок, которые вы можете нажать одним пальцем максимально быстро и точно. Я уже об этом говорил в другой презентации, но то видео получилось очень большим. И я это показывал просто на клавиатуре. Сейчас я покажу именно это в сравнении с обычными клавиатурами, именно с обычными раскладками. Не важно, там механическая, мембранная, не важно. Потому что все они имеют большие минусы, и они не игровые. Именно такая раскладка, когда она сделана индивидуально по вашим пальцам, по вашей руке, по вашей кисти, она делает клавиатуру игровой и эффективной. Итак, поехали. Начинаем. Показываю недостатки, минусы, и тут же показываю плюсы. Смотрим. Будем изучать, сколько же клавиш вы можете нажать одним пальцем. И это очень важный показатель, потому что важно не то, так сказать, количество клавиш, которые вы нажмете, а именно с какой скоростью и точностью вы это количество клавиш нажмете. То есть можно, да, нажать много клавиш одним пальцем и так далее, двигать рукой, но вот то, с какой скоростью вы это сделаете и с какой точностью, это самый главный показатель. Вот. А в обычных клавиатурах получается так, что, во всех этих раскладах получается так, что вы не можете нажать больше двух клавиш с максимальной скоростью и точностью. Под максимальной скоростью, я думаю, и так все понятно. Это максимально быстрое нажатие. Ну, а максимальная точность, это означает, что вы нажимаете на какую-либо клавишу без промахов, без мискликов, то есть сразу быстро и точно. Вот давайте посмотрим, сколько мы сейчас можем нажать на обычной клавиатуре, играя в любом месте, где бы мы руку не поставили, клавиш, допустим, указательным пальцем. Ну, а там уже будет ясно, что со всеми остальными пальцами такая же ситуация. Смотрите, когда у нас пальцы стоят в какой-то позиции, вот мы нажимаем на одну клавишу, по-любому мы нажимаем, максимально быстро и точно. Сейчас я поставлю какой-нибудь документ, открою, чтобы у меня мышка, точнее, на компьютере ничего не срабатывало лишнего, когда нажимаю. Вот, то есть, когда мы ставим пальцы в одной позиции, одну клавишу мы 100% можем нажимать максимально быстро и точно. Вот, но этого же мало для игры, то есть надо больше прожимать. Соответственно, смотрим на следующую клавишу, которая расположена ниже F, и клавишу, которая расположена выше, да, пятерка. Соответственно, их мы не можем максимально точно и быстро нажимать. Ну, мы быстро их можем нажать, но точно нет, потому что они расположены не по траектории движения нашего пальца. Вот. А теперь смотрим на клавиатуру Snake Battle Control. И смотрим, что здесь, в данной ситуации, также расположены позиции. Ну, пальцы стоят в определенной позиции. И тут мы можем нажать и на эту клавишу максимально быстро и точно. Вот. И на эту клавишу максимально быстро и точно мы можем нажать. Вот. И это происходит за счет того, что эти клавиши правильно расположены. Именно они расположены для указательного пальца. Расположены на определенном расстоянии от друг друга, в определенной позиции и так далее. То есть, то же самое идет и с другими. Со средним пальцем, да. С безымянным пальцем. Да. Теперь смотрим в обычных клавиатурах. Мы уже поняли, что мы не можем максимально быстро нажимать. Вот, допустим, со средним пальцем я попадаю между клавишей 3 и 4 при обычном движении. И поэтому люди мучаются, игроки мучаются, и даже киберспортсмены. У них есть деньги, у них есть дорогие игровые клавиатуры. Но они все равно мучаются и пытаются выкрутиться из этой ситуации. Они поворачивают клавиатуру различным боком. А не ставят кисть боком, чтобы пальцы двигались по другой траектории. То есть, вот так вот, под таким углом ставят кисти и так далее. Вот, то есть, под все из-за того, что раскладка неправильная позиция, клавиш неправильная и так далее. Вот. Вот к чему это приводит. Соответственно, если мы не можем быстро и точно нажимать на клавиши, соответственно, мы не можем эффективно играть. Вот. Это первое, да? Мы только это увидели на трех клавишах. А когда нам нужно прожать еще одну клавишу каким-то... Допустим, мы же прожимаем иногда F-ки. F-ками тоже забиты какие-то могут быть скиллы. Это четвертая клавиша, да? Вот. Какую-то F-ку нажать. Или средним пальцем F-ку, или безымянным, да? Нажать какую-то F-ку. Вот. Или нижний ряд клавиш. Четвертую клавишу. Либо вверху, либо внизу. Внизу я уже снимал видео на этот ряд, да? На этот ряд. Я уже показал, что это практически невозможно. Я все это уже объяснил. Теперь давайте поговорим об F-ках, да? Что происходит? Нужно делать движение рукой. Что значит потеря времени. Мы можем промахнуться и не прожать. В клавиатуре же Snake Battle Control не нужно делать, чтобы нажать четвертую клавишу движения рукой. Там в обычных клавиатурах в любом случае приходится делать движение клавиш. Смотрите еще раз. Хоть вы нажимаете на вот эту третью, да? Вот. То есть, хоть дальнюю клавишу, какой бы ни было, да? Все равно приходится делать движение кистью, чтобы дотянуться. В ноутбучных клавиатурах, конечно, компактнее все. Но если вы в обычных механических или мембранных, там они далеко расположены. И в любом случае приходится делать движение рукой, в любом случае потеряется время на движение данное, да? И мы теряем и точность. Потому что, когда есть движение, есть вероятность, что вы промахнетесь не туда. Потом еще надо вернуться, поставить опять в ту же позицию руку. Все это потеря времени, неточность и так далее. В моей же клавиатуре Snake Battle Control все четыре клавиши прожимаются с максимальной точностью. Начиная от первой клавиши, вторая, третья, четвертая, или, ну, не важно с какой стороны считать. Вот все четыре клавиши прожимаются максимально быстро и точно, без каких-либо промахов. То есть, вы должны это понимать. Вот, это очень важно. Это самая главная, да, характеристика. Потому что от этого зависит, как вы отыграете в игре. Ошибетесь вы или нет? То есть, видите, в чем суть. И безымянный пальцем. Все четыре клавиши. Вот, мизинцем. Мизинцем тоже четыре клавиши. Смотрите, первая клавиша, впереди вторая клавиша. Вот здесь у нас вот первая, вторая, третья. Или наоборот, первая, вторая, третья. А четвертая клавиша, вот она сбоку. Тут уже есть микродвижение кистью. Вот. Теперь смотрите. В этом уже огромное преимущество. То, что вы нажимаете четыре клавиши каждым пальцем, без движения кисти. Вот, максимально быстро и точно, без промахов. Вот. И еще у вас нет потери времени. В целом, вы в совокупности экономите огромное время и реагируете на любую ситуацию максимально быстро. Вот. Также есть еще и пятая клавиша. Видите? Указательным пальцем, средним пальцем, безымянным. Для мизинца пятой клавиши нет. Вот. Для мизинца вот только одна, вторая, третья, четвертая. Ну, она как бы есть, пятая клавиша, да, вот здесь. Но она уже не такая, да? То есть, туда можно нажать и промахнуться. А именно четыре клавиши, на которые вы мизинцем не промахиваетесь. То есть, вы можете в суете нажать и зацепить вторую кнопку. Вот. Но суть в том, что получается, что у нас в обычных клавиатурах мы прожимаем максимум там две клавиши. Каждым пальцем, ну, может быть, две. А то всего лишь одна, я так считаю. Вообще по факту, реально, вот смотрите, мы можем только прожать одну клавишу максимальной точностью, без промахов. Любую другую клавишу мы можем промахнуться. Хоть эту, хоть да, хоть нижнюю, хоть верхнюю. Мы можем промахнуться из-за того, что косо расположены. Поэтому я с этого момента уже четко вижу и понимаю, что по факту мы можем нажимать клавиши в обычных клавиатурах только одну. Без промахов. Потому что в остальные клавиши, которые мы нажимаем, мы имеем вероятность промахнуться, мискликнуть или задеть сразу две клавиши. Хоть верхние, хоть какие, да, хоть нижние. Вот. Только те клавиши, которые стоят уже на них пальцы, те мы можем сразу прожать. Вот. Ну и вы поняли, что тут количество клавиш минимальное. Примерно доходит одна-две. Вот. А все остальные клавиши вы не можете быстро прожимать. А в моей клавиатуре четыре клавиши. Для каждого пальца это с максимальной скоростью и точностью. И пятая клавиша с небольшим микродвижением. Ну, так как они расположены в конце, да, так как они расположены эргономично, вы тоже по ним почти не промахиваетесь. То есть, есть только вероятность того, что вы можете там при возвращении не туда палец поставить или еще. Ну, это уже дело привычки. Но даже они, пятые клавиши, тоже расположены удобно, комфортно. То есть, вот, идет на полное упрямление пальца. Вот. Ну, давайте подытожим следующее. Что именно это решает в игре. Потому что в игре, любой киберспортивной игре, а данная клавиатура создавалась под Dota 2, вот, очень важна скорость. Вот, неважно, будь то в CSGO вы будете играть или еще какие-то, очень важна скорость. И как вы быстро можете среагировать на ситуацию. Вот. И какое количество скиллов вы можете применить в игре за единицу времени. Допустим, за секунду. Когда, допустим, в обычной клавиатуре происходит какой-то момент, вам за секунду надо прожать какие-то там 3 или 4 клавиши. Да? Может быть, вы 4 клавиши не успеете прожать за секунду. Но 3 клавиши, я думаю, реально, да? 2 клавиши, это тем более очень легко и просто прожать. Вот. А когда надо 3-4 клавиши прожать быстренько, вот, и не ошибиться, это важно. И именно такая раскладка, которая сделана по руке, рогономично, именно она позволяет это нам осуществлять. То есть, нам позволяет это уникальное расположение правильно использовать и эффективно использовать клавиатуру. И прожимать клавиши быстро и точно без промаха. Теперь давайте подведем небольшой итог. А итог в том, что мы должны четко понимать, на какие характеристики мы должны обращать внимание перед тем, как приобрести или создать самому игровую клавиатуру. Не обычную клавиатуру с обычными раскладками, а именно игровую клавиатуру. Потому что все называют клавиатуры игровыми, но на самом деле они таким не являются. Только клавиатуры, которые имеют специальные раскладки, являются игровыми. Потому что они имеют такие характеристики, которые действительно влияют на игру. Вот. Теперь, помимо этого, смотрите. Я сейчас, соответственно, играю в доту. Устанавливаю скиллы на разные переключатели и тестирую, как удобнее. Позже я запишу видео, в котором расскажу, на каких кнопочках я разместил. Свои скиллы. То есть, ну, какие клавиши я... Каким клавишем я назначил различные применения предметов, там, оружия и так далее, да. Вот. Позже я запишу видео и расскажу. Ну, естественно, я сделаю так, что основные скиллы, которые надо прожимать быстро и точно, я размещу на вот этих клавишах на четырех, которые надо быстро и точно прожимать. Которые чаще всего используются, да. Я и на них размещу на вот этих клавишах, вот, и на вот этих трех. Вот. Другие же скиллы, которые не нужны так часто и которые там делаются, ну, допустим, какие-то другие, да, кнопки, которые тоже важны в игре, но не имеют такого приоритета, я размещу по кругу, да, по краю, рядышком, чтобы тоже было удобно нажимать. Вот. И потом уже в следующем видео я вам, собственно, все это покажу, где и как у меня все расположено. Ну, а сейчас я просто пока экспериментирую, тренируюсь, да, как лучше и так далее. Потому что все равно рука привыкает, но уже сейчас я играю намного лучше, чем раньше с такой клавиатурой. И уже могу управлять различными сложными героями, где надо использовать и, допустим, в Доте там, да, 4, а еще и герой, допустим, в Теплайр Ассасин, там еще две кнопки, да, там, то есть получается 6 кнопок скиллов, плюс еще могут быть дополнительные там различные предметы, как и иулы, там, ну и так далее. Кто играет, тот знает. Вот. В общем, я сейчас экспериментирую, потом все это выложу. Вот. В будущем буду снимать еще различные видео, потому что видео много, потому что сейчас я рассказал о главном преимуществе, а в будущем еще буду говорить о таких переключателях, потому что уже в игре я начал пробовать использовать эти кнопки. Допустим, когда я купил какой-то предмет в игре, чтобы его доставить, можно вот так раз движение сделать, и курьер начал вести мне предмет. Можно на эту клавишу поставить, да, вот, можно на эту, то есть можно звук на эту поставить, вот так вот, я уже экспериментировал. Я продолжаю экспериментировать, и эти кнопки задействуют, то есть, да, можно максимально комфортно все сделать для себя. Именно эксперименты мне показывают, что лучше, да, использовать, вот, куда какие значения поставить, чтобы лучше играть. Вот, и позже я этим с вами тоже поделюсь, потому что это важно. Мы создаем игровые клавиатуры, вот, хоть вы будете, хоть я буду создавать игровую клавиатуру. И надо делиться опытом, и чем лучше мы сможем их создавать, тем лучше будет наша игра, и тем, собственно, лучше будут наши результаты. Вот, ну а на этом все. Когда запишу другие видео, которые будут важны и влиять на игру, я их обязательно вам покажу и выложу. Продолжение следует...